Всем привет! Меня зовут Кингдом, и вы сейчас смотрите занимательную лекцию о музыкальной математике, или как создать нойз из ничего. А поскольку ничего в природе не существует, то начнем мы с треугольника. Это очень красивая чистая волна. И наложим мы на нее квадратную волну. А теперь перемножим их. Как видим, у нас получилась пила. А теперь давайте и проделаем то же самое в секвенсоре. В качестве подопытной няшки мы будем использовать синтезатор Seedizer. Я использую стартовую заготовку для чистой прямоугольной волны. Вот она, квадратная волна. Проверяем. И чтобы увидеть это все своими глазами, мы используем какой-нибудь осциллограф. В данном случае возьмем штатный фруктовый Wave Candy. Сделаем необходимые настройки для удобства просмотра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как видим, квадрат он и в Африке квадрат, нам еще нужен треугольник. Для чего мы возьмем и склонируем этот же инструмент, а первый инструмент мы даем на пятый канал. Так вот у нас инструмент номер два. Включаем его на генерацию треугольника, вот так. Самый настоящий нежный треугольник. Проверяем по очереди. А вот чтобы перемножить сигналы, мы воспользуемся моей примочкой TwinMe. Для чего нам нужно спанорамировать первый сигнал налево, второй сигнал направо на 100%. Проверяем. А теперь включаем примочку, которая будет делать произведение этих двух сигналов на пятом канале. TwinMe. Выкручиваем оба гейна на максимум. Теперь она будет делать чисто произведение двух сигналов. Чтобы услышать результат, нам нужно сыграть на двух синтезаторах одновременно. Для чего мы используем эмулятор MIDI. Настроим выход MIDI-команд на первый канал. А теперь в каждом синтезаторе включим MIDI-вход на первый канал. Теперь оба синтезатора будут принимать команды с MIDI-эмулятора. Пожалуйста, у нас получилась пила. Неа. Теорема доказана. Продолжим эксперимент дальше. Берем тот же самый красивый треугольник. Накладываем на него квадратную волну, но по частоте вдвое большую, на целую октаву. Перемножим. Получаем вот такой вот флажок. Чем-то он смахивает на метрополитен. Нам нужно всего-то навсего поднять частоту генератора прямоугольной волны вдвое. Что мы и сделаем. Проверяем. О да! Вот он флажок. Практически пионерский. С флажками мы закончили. Теперь будем баловаться со всякими рюшками, погремушками, осцилляторами. Попробуем добавить еще один генератор. Поиграемся с частотой. С формой волны. Продолжение следует. Продолжение следует. Ха, мы еще можем сделать звук двухбитным. Вот так. Давайте немного растянем масштаб, чтобы увидеть это все глазами. Субтитры создавал DimaTorzok Да-да-да, вот так на ваших глазах происходит целое чиптюновое шаманство. Из самых элементарных волн. Субтитры создавал DimaTorzok Прибавим немного баску. Вот так снизим частоту. Поднимем степень биткрашера до 4. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот оно как загудело. А теперь давайте сделаем самый настоящий шум, для чего нам нужно распараллелить синтезаторы отдельно на 6 и 7 канал, прежде чем они попадут на 5, и обработать их каким-нибудь гличем. В качестве гличем мы используем гранулятор LFO типа под названием Glitch GeoNeo. Он будет как поломанная машина времени искажать воспроизведение сигнала по оси времени. Возьмем-ка мы вот эту заготовочку. Да-да-да, цензура соблюдена. Я знаю, я сволочь. Что-то недостаточно, но гличо. Попробуем мы как другую заготовку на 7 канале. Да-да-да, цензура соблюдена. Проверяем-ка, как звучит второй синтезатор. Ну вот, совсем другое дело. Давайте сделаем то же самое и на первом, только с другими немножко настройками. Вот так вот у нас будет звучать первый синтезатор. Загличенный. Заглядывается. 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 отключаем все тестовые коммутации для прослушки шестого и седьмого канала от мастера и включаем его целиком на 5 канал где эти два сигнала загличенных будут перемножаться жмем на midi эмулятор и слушаем как это будет звучать вместе ну как ушки еще не расплавились теперь давайте уменьшим в этот сигнал глича для того чтобы он грязно окрашивал чистый звук а Продолжение следует... А для пущей страсти мы сейчас включим чиптюновые арпеджиаторы. Ну, это самый обычный арпеджиатор. Он, собственно, есть и в обычных синтезаторах, скажем так, не чиптюновых. Да, он просто проигрывает тональность по схеме. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А вот, например, для прямоугольной волны мы используем чисто чиптюновый арпеджиатор. Видите, у нас в качестве схемы используются две переключающиеся формы волны. Треугольная и квадратная Ну, попробуем вот так На чисто на одних квадратах сделать Опустим частоту одной ноты Ну-ка, ну-ка Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok